Легендарные и титулованные одесские джентльмены чтут традиции. Вот уже третий раз в Литературном музее наши КВНщики-чемпионы чествуют своих выдающихся земляков. Ян Гельман долгое время был не только сценаристом команды, но и автором множества программ на телевидении. Премия имени этого талантливого человека, ушедшего от нас довольно рано, лучше дань памяти и уважения к его заслугам, уверены организаторы уже традиционного мероприятия. Наверное, это зов души, потому что вклад каждого несоизмерим. У нас были разные номинанты, от директора зоопарка до художественного руководителя коллектива. И поэтому нам казалось, в принципе, наш отбор заключается в том, чтобы дать премию за то, что было сделано за последний год. Не за предыдущие заслуги, так мы этих премий не навручаемся, а за то, что было сделано реально вот сейчас свежее, интересное, оригинальное. Почетные гости, которые собрались в зале, знали Яна Гельмана на протяжении многих лет. Интеллигентен, образован, с особенным чувством юмора. Быть награжденным премией его имени – это честь для каждого. Самое главное вдвойне приятно то, что мы с Яном Гельманом дружили и очень много лет работали вместе. И я могу сказать, что он действительно настоящий одессит. Действительно, то, что сегодня вручается эта премия, она номинируется, это, думаю, для Одессы очень важно, чтобы ценить всех настоящих одесситов. В 2022 году денежную премию в 10 тысяч гривен и белый джентльменский шарфик получили актер Борис Барский и директор Одесского зоопарка Игорь Беляков, создатель Одесского хореографического искусства Ефим Коган, создатель сада скульптур в Одесском литературном музее Леонид Лептуга, а также музыкант и композитор Валерий Чернис. Для меня это очень большая честь. Для меня это очень неожиданно. Я никак не мог даже предполагать такого. И я, конечно, стараюсь работать как могу на благо родного города. И я честно вам скажу, что для меня это огромное волнение, потому что я никак не ожидал, что я могу быть номинирован на эту премию. А кто-то выразил благодарность тем, чем умеет лучше всего своим талантам. Вручение премии имени Яна Гельмана – это еще и хороший повод встретиться с близкими друзьями. Поэтому награждение проходило без лишнего для таких событий официоза. Вы знаете, даже ради встречи с друзьями стоит это делать, потому что мы так редко видимся. Но мы видим друг друга в интернете, в фейсбуке, в инстаграме, еще где-то. Мы делаем друг другу лайк, 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 лайк. А тут раз увиделись еще в преддверии нового, старого, нового года. И так приятно, и столько слов добрых друг другу сказали. Я думаю, ради этого уже стоит. А потом, говорят, чудеса случаются, когда их совсем не ждешь. Вот меня пригласили, а это чудо. Еще одна приятная вещь. Организаторы уверены, премии имени Яна Гельмана быть и в следующем году. Ведь талантливых и достойных одесситов у нас хватает. Кристина Черновалова, Константин Ищерет, телеканал Репортер.